мы с вами друзья снова встречаемся на канале голос силиконовой долины и у нас в студии можно так сказать антон я расскажу немножко кратко историю антона хотя есть несколько видео с его участием у нас на канале антон приехал где-то в июле прошлого года пожил месяц в нью-Йорке и в самом начале сентября приехал к нам приехали вы из москвы да вы принципе айтишник тогда вот он был айтишником в прошлом но али там сколько сейчас 24 часа ой мама родная то есть мы приехали в 23 до 23 года начинающим айтишником приехал в нью-йорк не говорил толком по-английски и приехал к нам сюда и он у нас не то чтобы учился а у нас работал помогал нашему админу с установкой там лэптопов мы как раз надо переходили со станции на лэптоп и там может быть сеть сюда сеть вот и так он может быть пару слов тут по-английски у нас подхватил фон на уроке ходил тоже тестером но принципе у нас именно работал а потом один из менеджеров тут местных я его очень давно знаю его жена у меня училась 15 лет назад он начальник такой симпатичной компании ему нужен был помощник вот у нас антона и прибрал правильно значит вы были там интерном сначала устроился на интерн на 10 долларов в час это год назад ровно год назад ровно год назад да значит и после первого месяца меня перевели уже на постоянку но не full time нет это это не было permanent full time это когда у вас там 30 40 часов в месяц то есть это было full time это не было перманент да вот и значит и по-моему еще через месяц потом я перешел на full time ну соответственно довольно быстро то есть у вас инженерная зарплата вы как бы не бед не бедный как бы ну хватает хватает тем более живете вы с руммейтами да как бы общежитие можно сказать веселее веселее а сколько вас там в общежитии но у нас ту бедрум это две комнаты и ливинг трехкомнатная квартира комнатная да ну в четвером живем и сколько вы за него платите полторы тысячи месяц ну то есть скромненько то есть у вас должно оставаться там и там на все покурите выпить и там я не курю а вы какую-то тачку новую приобрели да я купил mercedes какой c 280 не новый си 200 они а почем нынче mercedes такой вот ну рыночная цена 2000 2000 как но это был же поддерживаем да уже а сколько лет ему ну как то есть вы за наличку просто взяли да а чего не взяли какой там поновее там в кредит а я сейчас работаю на свой кредит скорбь у вас вы где-то испортили что нет ну просто чтобы было побольше так сказать вот и потом так надо было взять машину было бы побольше кредит скоро когда ты платишь платишь хорошо и они знают что ты хорошо платишь но у тебя скорость я пока решил так то что накопить денег чтобы потом down payment был побольше ну хорошо а вот эта машина с 15 годами так сказать экспириенса сколько на ней мель 200000 ой но ходит ничего да отлично здесь машина не гниют здесь соли нет на дорогу что проблем с ними а вот допустим вот вы и москвы приехали сколько такая в москве стоило бы 10 чё серьезно мы смотрели 200000 мере мы смотрели так раз интереса автору сайт нашли там такую машину за 8 10 тысяч окей ну хорошо ладно может быть не новое но прикольно mercedes mercedes теперь вот поскольку люди нас смотрят из других стран и я понимаю их беспокойство вы же тоже наш канал смотрите да да антон пришел выгод ягод смотрю там миша жалуется там пропадают выпускники больше не заходят или думают приду вот видео запишу так и было так и вы давно раз пришел значит все вот вот такой вопрос давайте вот всего начну вот вы еще там 24 года вы еще молоденький а вот вы допустим женитесь какой-то момент у вас дети появятся у вас нет как бы такого ощущения что вот а дети то они может быть и вообще по-русски не захотят говорить потом его мама ваша да папа там где-то москве вот они скажут а что же вот это внучка то внучка там и не поговоришь с ними есть такие мысли нет таких мыслей нету потому что я думаю все-таки внутри семьи все-таки говорить будем по-русски потому что у нас есть товарищи с детьми и они прекрасно разговаривают на русском языке и потому что нет проблем тогда то есть и ребенка держит пока что на расстоянии от английского то что все равно пойдет в школу и выучит я могу сказать что вот у меня внучка ей пять лет с половиной сейчас она пошла в киндергартен то есть как бы такой preschool и она вот впервые получила такую экспорта что настало на английском языке говорит до этого она была в русском садике мы сознательно и выдерживали до пяти лет нам объяснили что если до пяти лет додержать ребенок может хорошо сохранить так и есть и она читает свободно по-русски и пишет но правда так печатными буквами больше но я смотрю что она очень легко разделяет и русский и английский единственно что когда она встречается с русскими детьми такого же возраста они по-русски друг другом не разговаривают только с нами по необходимости то есть я я не знаю что дальше будет подождать с родителями она норовится его перейти на английский хотя родители возражают с нами ей сложнее потому что но как бы получает у него с какого-то что там не говорят по-английски то есть у нас бабушка в беларуси еще есть то есть она как-то еще вынуждена то есть вы считаете что не будет такой проблем я считаю нет потому что здесь очень много русскоговорящих вокруг нас и мы общаемся на русском внутри как проблема а такой вопрос такой вопрос но вы считаете есть как эта ценность в сохранении языка вот на самом деле если вы посмотрим на ну скажем вот на россию вот вы сами россияне там есть очень много народов которые имеют свои языки но в общем за время советской власти да когда вот это смешение такое передвижение эвакуация там стройки комсомольские еще что-то фактически дома по-русски разговаривают люди которые может быть родители разговаривают на других языках то есть эта трагедия какая-то и это нормально может быть ну трагедия думаю в этом нету особо если мы живем если добровольно происходит да да то есть это все нормально но первое поколение то есть вот мы как приеме приехали мы как native language у нас значит русский родной русский значит наши дети так сказать будут уже говорить на русском может быть чуть хуже хорошо с вами не может такого случиться что вы допустим вот создадите семью и девушка будет например там китаяночка или там может быть она будет я не знаю там откуда-то из бог знает американка там или из германии там но я думаю из мексики какие бывают девочки девочки ну я думаю это все можно сохранить если заниматься с ребенком разговаривать ну то есть скажем так в той мере в какой родители видят в этом ценность и хотят сохранить это может быть связано с каким-то усилием но при этом не то чтобы это не решаем да это вопрос выбора это не то что мы не управляем этим процессом когда ребенок находится внутри русскоговорящих людей естественно будет разговаривать по-русски шикарно мы видим здесь очень много людей которые родились даже здесь и говорят по-русски не отличишь да там есть потому что они они же растут в русской языке мы видели таких среди много детей а вот следующий вопрос тоже вот я пытаюсь в интересах зрителей наших вот они смотрят наш канал игорь что-то у вас все очень хорошо мне и раньше это говорили год назад и два года надо вот смотришь все хорошо и а где проблемы а где трудности а где преодоление и я хочу сказать что у меня например самого были моменты в эмиграции в наши я все это описал на самом деле на форуме говорим про то у меня целый роман там на 30 авторских листов но были моменты когда просто ком в горле вот вот тут стоит поэтому вот у вас были какие-то моменты вот может быть ребятам объяснить вот через что через что эмигранты проходит не взять на ваш опыт может быть вы знаете ребят вокруг видите много вот через что они проходят что им тяжело дается но не может сюда приехал и вот такая фиеста знаешь там в мексике пошел танцевать но что тоже есть какие трудности с языком конечно есть то есть сегодня был же этот вопрос какие трудности я не вот после обеда я над ним думал значит на работе обдумывал что может быть плохого искал плохие стороны но трудности в первую очередь из с языком с пониманием и с трудность с изъяснением например на английском если хочешь что-то кому-то объяснить но не знаешь слов приходится там то есть учите английский да да учите плюс здесь еще может быть немножко некомфортно то что нету никакой ну скотки мы как молодежь нет никакой ночной жизни то есть клубы закрываются сан-франциск и женщины но call train зато сам на машине вот очень час езды чудо тем ну да ну это 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 решаемо это я я бы сказал что это люди из-за этого молодежь на самом деле серица в сан-франциско я я знаю очень много ребят которые именно там живут просто потому что им нужна ночная жизнь тоже они ходят по клубам и они конечно здесь у нас у меня дочь когда из беркли она закончила и там есть ночная жизнь там очень оживленно и она приехала сюда к нам и она вот это месяца два с нами жила пока там дальше не с ней она ведь позже как вы живете ну да вы тут в девять часов все закрыто там не вот ничего такого вот это вот да можно отнести к плохой стороне то есть то что например вот в москве вот как вот мы вот я знаю по своему опыту там неважно сколько время если я захотел есть я найду там место где поесть если мы захотели потусоваться ну и место где потусоваться а здесь вот мы вышли в час ночи про прогулялись вокруг и все закрыто и но если бы были в нью-йорке я думаю что эквивалентом москвы был бы нью-йорк или какой-то очень большой город лос-анджелес а мы же здесь фактически в сельской местности живут я думаю что и в сан-франциско наверняка что-то нашлось бы да в городе но просто вот у нас тут нет ну конечно то есть село почти такой еще да я был тут в москве после года здесь я вот в октябре буквально то есть вы свеженький свежевернувшиеся из москвы да я буквально прилетел обратно 21 октября это очень интересно какие какие впечатления в контрасте это очень это контраст был очень такой значит с полным пониманием что я прилетел значит выхожу аэропорт и первое что бросилось глаза это то что абсолютно все стоят курят в аэропорту ну да вот там на улице значит и вот воздух очень ужасный вы знаете что я был в москве последний раз 10 лет назад там по делу надо было сидеть на недельку у меня было первое вот впечатление когда я вышел из аэропорта я я не обратил внимание на курение я сам курил в то время я может быть просто не обратил внимание на курение но у меня было ощущение что воздух сам по себе какой-то такой неправильный что ли но вот она проходит через там 20 минут и не чувствуешь что вот просто именно в момент выхода из аэропорта я это может быть это от того что там двигатели работают где-то и ветром несет там от работы да то есть ухлопные газы сигаретные но знаете что я был в ноябре месяце в москве и я не забуду связано с сезоном там или что-то у меня раза три были ощущения что я я затопну сейчас я потеряю сознание у меня такое было тоже правда это уже вот когда вы сейчас приехали или когда раньше это когда сейчас раньше этого незаметно не замечал то есть мы привыкли к чистому воздуху когда сюда прилетел здесь все чистенько тепло ну хорошо еще что допустим так вот вы ехали в москву вы думали сейчас вот чего-то и вдруг выясняется что вы так поменялись что вы уже это не воспринимаете или как-то по-другому сумасшедшее движение то есть мне это было ужасно и дико как бы я отвык от этого потому что когда люди носятся там по 120-140 км в час друг друга подрезают для меня конечно мне этого так не хватало первое время я когда сюда нет первое время да мне тоже не хватало потом я начал ездить соблюдая спидлимит и значит правила и я не мог вообще понять как люди так могут ездить так нарушая правила дорожного движения здесь в этом смысле здесь народ такое больше правила соблюдаем да ну хорошо еще что-то дальше я проехался в метро в час пик это час пик это когда утром вечером 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 и первое что подумал боже мой как я мог ездить каждый каждый день так что на очень много людей потом задавили просто ну это призвать жить большом городе да может быть может быть так конечно это это впечатление сельского жителя которые приезжают знаете еще помню я как-то раз вышел на метро ну тогда я назывался комсомольской сейчас они три вокзала вот и ты точно проходил и там вот эти вот турникет где вы пятачок бросали в то время бачок и проходит и там оставил мужчины он приехал откуда видно на поезде издалека и вот такой вид у него был сельского жителя и он так с такой опаской значит этот пятак бросил проскочил он был доволен самый невероятно так обернулся и ишь стойлов понаставили ассоциация была со стойлом вот и я думаю то есть это фактически большой город и ну да может быть здесь просто так что жизнь течет так более в нью-йорке же были да но если бы сейчас нью-йорк попали в оба как чтобы понять многие ругаются им тяжело в нью-йорке больших город транспорт вот это все тоже вот те кто из глубинки то есть когда я был в нью-йорке вот в том году я же был просто москвы разницы особо не ощутил да да я согласен после москвы как бы думаешь родственное такое погрязнение может быть там удивил то что там все-таки давайте мы вернемся вот вот ребята чтобы у них буду какое-то понимание чего приходится преодолевать новичку вот ну кроме языка вот есть еще не спалка другой мир какие-то другие понятия что ты даже те кто понимает то что ты говоришь не понимают тебя в том смысле что ты чуждый какой-то или они тебе чуждые вот улачки что большие классы да это было конечно это но это потом привык этому но было необычно скажем когда каждый раз когда тебя видит улыбаться начинают а потом когда отворачиваются перестают улыбаться а что ж а кому же улыбаться если отвернула значит но потом я к этому привык сам начал улыбаться то есть и опять тоже интересная ситуация произошла в москве когда зашел в магазин как обычно с улыбкой значит что-то попросил там мороженое покупал не сказали там здравствуйте да поздоровался там на привычке деревня значит и продавщица не так и спросила что ты лыбишься да что смешного это ничего я как-то на арбате вот тогда 10 лет назад этому какого-то ларечка что-то спросил ну не ну что-то спросил и мне женщина так она любезно что она говорит а выгод из израиля из америки приходит улыбается чё ты улыбишься ну ты на стране я в советское время когда видел иностранцев москве то были сюда иностранцы много был вот они идут такие и думаешь какие-то сумасшедшие там не отверстия для моих друзей было непривычно слышать когда прощаемся я говорю хорошего дня то есть там пока русски ну да по-русски уже хорошего дня все пока и такие как-то говорит странно звучит ну ладно хорошего дня а где вы взяли это хорошего перевели так ну да так вы сказали переводить людей пугать слушайте а тут у меня дочь ездила в москву недавно буквально пару месяцев и она рассказывает что вот она жила в центре города там и она говорит что там заходишь там куда-то ну просто обычную кафешечку и 10 долларов там чашка чая там 17 18 20 кофе я говорю что так дорого кто что мы-то все она когда полно пятком люди там то есть нормально вот вы сейчас из америки приехали для вас нормально десятку отдать за чашку я как-то так не ходил по кафе особо то есть но вот если допустим вы с кем-то пошли в кафе там поговорить для вас это было бы дико там отдать там десятку за чай или там двадцатку за кофе нормально но действует так ну здесь ну да есть в усатусе кофе дешевле конечно стоит знаете чем однажды приехал парень и он какой-то был там любитель экзотического чая я погас его сам процентами по делу нужно было я могу знаешь что вот мы сейчас зайдем там есть место я знаю там специальный магазин по чаям и с ним подхожу и говорю этому который там китаец стоит я бы слушай бы нам нужен самый лучший чай самый дорогой который у тебя только есть вот ребята выгод не отдает себе отчет я говорю не сомневайся и он нам сделал значит там по самому дорогому чаю это нам стоило путь пятерки на нос но это было уже такой чай вы себе даже представить то есть это это запах от него был на всю улицу и с цветами там такой вот да в москве конечно цены повыше будут или может быть на одном уровне чем как здесь ну хорошо то есть мы так немножко посравнивали то есть вы то есть вы видели москву другими глазами естественно чтобы за год изменились я же еще успел в крым слетать как крыму то в крыму хорошо значит мы приехали но из москвы мы посовещавшись с моими друзьями решили что там холодно и мокро там дождь шел так вот мы купили билеты самолеты улетели в севастополь в симферополь точнее в аэропорт и оттуда севастополь как там севастополь красиво девчонки красивые есть все таки такое отдохнули пару дней и обратно полетели а в москве девчонки как тоже хорошо но как-то вот может быть от надежды на них сейчас больше как погода вот если сравнить допустим севастополь по погоде вот нас сейчас примерно одинаково но там же там тепло там плюс 20 было шикарно как у нас практически да то есть у меня отец в ялте живет и вот мы когда узнаем как у нас погода например на у нас одинаково получается может быть немножко важнее нет хорошо значит возвращаясь к ну к трудности а вот есть какая-то ментальная что ли ментальная перестройка я не знаю вот меня учили что трудно не говорить громко то есть я когда значит общался у меня на русском у нас тембр голоса выше чем в американских англоговорящих и меня отвечали значит в магазине где-нибудь да или что на работе плавно отвечали чтобы высокий тембр голоса я работал в компании lotus development corporation и там вот было парень один русский работал а там эти громадные там этаж целый там и он значит и кубики такие то есть в общем открытая местность и его в этом кубике он как начнет там сыном по телефону разговаривать это аббас такой дать как будто он в литейке работал или там допустим там капитаном там по погрузке разгрузки чуть такое там боржа там то есть такие я прям этом затихал туда и как он начнет разговаривать да вот это вот есть разница в тембре голоса здесь разговаривать более тихо то есть я вас слушаю честно и я думаю наверно вам не поверят и мне не поверят скажет опять он кого-то привел все они врут значит никаких трудностей там явно они рассказывать не хотят мне этот вопрос об трудно трудностях я сегодня заезжал сюда в обед сейчас уже 5 вечера на этот вопрос был задан про трудности у меня было полдня чтобы обдумать какие какие могут быть трудности какие сейчас трудности какие были трудности вот я придумал только из-за ночную жизнь придумал вспомнил вспомнил что вот трудность да слушай а вот здесь девчонками вот вот ваш возраст так тут девчонки их мало очень мало балованные есть такое балованы в этом проблема тоже есть так сложно девушку найти здесь а вот как искать вот где ищется девушка я в этом еще не разобрался я я ищу пути вы должны вот что у вас есть мы так то есть вы должны софии сказать она будет но еще такой маленький сами ты вам как же вам девушку-то одеждаешь нам школьницу найти не поможете девушку если я царь ну да нет можно так тоже вариант то есть в вашем возрасте на тогда либо 2323 ну бывают бывают хорошие вот такие вот хорошие бывают девочки но в общем а как ты вообще люби ребят как ты находят там на танцы какие-то ходят есть танцы какие ну как вот у нас в москве проблем с этим не было потому что мы делали свои вечеринки и там нас все знали в москве среда была вы выросли и у вас не было проблем там взять книжку позвонить там 15-20 человек и собрать тусовку это кто что-то говорит но а здесь надо создавать тусовку а вы ходите в тусовки да гуляем но мы как-то своей своей компании вот был вопрос у нас на канале был вопрос говорят а вот как молодежь проводит время вот кроме работы что вот как они тусуются там что они барбекю делают какие они делаете вот свободное время придумываем на самом деле каждый раз разное мы вот объездили все достопримечательности мы кто в компании вот с ребятами тоже вот из школы сколько их какая компания большая у вас на две машины до на две машины собирается там шесть семь восемь человек от семейные или холостые все семейные то есть вы вы не своей компании с детьми еще не бойся да да но это это не ваш круг конечно вам надо холостых потому что там девушек не найдете а ну это да в любом случае развлекаемся значит ездим на океан так что приехали на океан что сделали здесь в хаффман бэй есть хорошее место значит стейки ресторан то есть приехали к океану покушать да потом после насчет ужина погулять по берегу подышать воздухом так вы не купаться нет ни в коем случае очень холодно ну хорошо один способ поехать к океану покушать это разновидность отдыха 2 картинг это гонки на картингах как пойти специально здесь во фримонте есть картинг трасса значит ну там хорошо недорого по чем вещь 20 долларов заезд 10 минут ну это 10 минут немного это достаточно как вы ходили конфетирует она там magnum там сорок четвертого калибра вот я когда ездил в лас-вегас я очень хотел найти тир так у нас тут есть да конечно ну да у нас время не хватило на тир значит к сожалению вот вот мы тут ездили в лас-вегас осуществили так сказать у всех эта мечта давно была сняли chevrolet camaro convertible и поехали в лас-вегас отсюда да ну и как шикарно очень хорошие виды это после того как проезжаешь лос-анджелес и едешь через горы то есть вы ехали через лос-анджелес туда ну как бы да да я понимаю сниму вот очень красиво очень хорошие пейзажи были то есть не жарко нет кондиционер был значит остановились в отеле значит из фильма мальчишник вегасе cesar palace посмотрели да это реально этот отель который снимался в фильме ну там много такого да хорошо то есть вы уже лас-вегас посмотрели все процессы ездить периодически надо чего-то для чего там очень хорошо на пирсе 39 крабов поесть туристическое место да у вас все с едой нет почему мы ездили вот винную долину ездили в напу есть не только с едой как там как вам видная долина шикарно дальше там дегустации везде я хочу сказать ребятам если кто интересуется это может быть по туристической будет в гостях тут есть довольно много русских экскурсоводов из получше там еще получше но в принципе я вот обычно люблю когда гости мы берем автобусик небольшой ну там человек на 6 на 8 и вот уже с водителем и он уже нас туда возит и рассказывает и показывает он уже сам то не пьет вот а может тогда дегустируем потому что водитель если мы сами поедем то уже водитель как бы он получается в нехорошем положении вот так что я вот я вам всем очень советую у нас на канале есть видео парочку про винную долину значит ботанический сад тут есть сан-франциско очень интересно никогда не был а зоопарк были зоопарки да были зоопарки мы просто нашли в биле в google достопримечательности сан-франциско и прям по списку объехали все все зоопарки аква аква нет меня в зоопарке очень потрясла там есть такая обезьяна здоровенная не знаю какой породы она значит что делает он так садится на бортик сделает под себя и потом и так сидит как будто ни при чем а народ уже все знают эту обезьяну все знают что она сейчас схватит и будет кидаться в толпу и собирается громадная толпа и она в нее кидает и я хочу же они собрались то ну ну то есть в чем фан то есть сейчас в себя кинут но вообще-то целый спектакль вот как это обезьяна как она сядет и отсядет и вроде она вообще не придет и вдруг она резко прямо таким прямо она она даже не берет вот так она прямо так мастерски мастерски то есть тут есть на что посмотреть да вот потом бывает санта-крус ездим ну тоже как на санта-крус это небольшой городок кур ну можно сказать курортный такой минут сорок езды на океане катаемся периодически на велосипедах водных морских нет обычных а просто по жосейке да мы загреваем сейчас пойдете сейчас сезон начинается да наверное вы отличаете грибочки то нет ну я возьму вроде знатока как же в москве жили грибов не знаете как-то не надо было а что после в послеперестроечной так сказать уже не собирают грибы ну да в магазине все есть там ну хорошо ладно я я чувствую что мы время заняли у людей никаких кошмаров им не рассказали ну я полдня думал над этим вопросом каких же кошмаров рассказать может быть кошмары еде могу рассказать тоже вот ну ка есть ну совершенно разная еда пища так сказать есть соответственно органик натуральная и есть подешевле вот и вот значит было сложно именно найти правильные продукты которые можно есть это кстати я хочу сказать это это одна из первых задач которые решает новый иммигрант вот просто антон он не может быть не очень сильно готовит там у него нет семишем там на всю семью но в принципе когда вот люди семейные приезжать первая задача это найти те магазины и и те и те продукты которым ты привык потому что обычно это происходит так что вы приехали вас берет кто-то с собой на шопинг такой на продовольственный и показывает вам где что лежит в магазинах то есть мы свое время ну нам помогла у нас была сестра жена здесь жила но в общем и в целом и некоторое время не очень ориентировались там где что найти потом когда переезжаешь другую местность вот мы из-сан-франциско переехали в силиконовую долину и тут другие магазины вроде тоже ну ничего страшно можно спросить уже название знаешь так уже можно посмотреть но в общем и в целом это тоже момент такой важный то есть понять куда ты ходишь магазин и где ты что покупаешь это это не то чтобы трагедия какая-то ну да ну все равно это да мы вот когда начали испытаться мы все сошлись на мнение что мы тут потолстели первое время первое время надо же все попробовать и когда ты смотришь то вот поэтому это из голодного края приехали и смотри там ну штук 100 этих сортов мороженого и думаешь боже это же жизни не хватит все перепробовать а дальше ты же еще чего не знаешь они меняются периодически новые прививаются пробовать но не то что а еще были значит ведро ведро с мороженками мы покупали как раз за пятерку за пятерку за десятку ведро понимаешь это же вот вот такое но прям там вечером ставишь это ведро на стол ложками то есть ведь как время идет 20 лет прошло все как бы ведро да а не было такого что это ведро пластмасса куда выкинуть жалко было вот проблемы трудно выбрасывать хорошая ведра ваша палец толщиной пластмасса может пригодиться да да уже выбрасываешь когда много накопилось и когда понимаешь что все ради вас некуда все выбрасываешь ну хорошо ладно я думаю что мы пожелаем антону успехов и если у вас есть вопросы конкретно кантону по поводу того что он рассказал да а он работает фактически айтишникам занимаются обслуживанием серверов в большой софтранной компании которая собирает так называемый sales лиц то есть люди заполняют формы когда хотят поступить в колледж а дальше эти формы перепродаются колледжем то есть вот его компания зарабатывает тем что она собирает информацию и перепродает ее в кадже скулы да да вот учебным заведением переправляются и вот он в этой компании занимается поддержкой серверов это его такая работа и короче если вопросы есть значит пишите прямо в комментариях к этой теме а мы тогда антон раз он такой доброволец и сам пришел мы его тогда вызовем и он всю правду а вы знаете что вы тогда заходите на раз все равно канал смотрите вы тогда заходите и там ребятам отвечаете потому что получается сейчас сегодня один кто ходит и отвечает я чувствую что меня не хватает мы не затронули тему работы давайте затронем в прошлый раз кому пытались снять мы все-таки обсудили да у нас сорвалась съемка мы говорили говорили там а потом оказалось что запись не получилось мы во время обеда у нас не получилось так чего значит были вопросы как лучше искать работу что надо говорить не так был вопрос о том как лучше учить английский для поиска работы то есть вот мы тогда с вами беседовали и я я говорю вот если вот понятно что надо учить английский а вот на что внимание обратить как вниз если английский готовится для поиска работы то лучше заранее составить ту речь которую вы будете так сказать втирать можно втирать но есть на самом деле известные вопросы которые вам все равно зададут расскажи о себе бы дам ты ищешь работу как ты пришел в эту профессию почему ты думаешь что ты для нас подходящий сотрудник все эти вопросы известны на самом деле все эти вопросы если вы пойдете на на нашем же канале на русском языке есть мой ответ на все эти вопросы на основные прям по-русски я и рассказываю на нашем канале школьном портнов скул youtube.com слэш портнов скул на школьном канале у меня это же самое есть по-английски я сейчас тогда на нашем на силикон вал и войс я тогда сделаю сегодня еще один лист плейлист и соберу туда вопросы к с интервью чтобы вам было удобно слушать но и как только вы поймете концептуально это не только язык это надо понять концептуально как американскому имплойру сказать о себе чтобы выгодно поставить себя в выгодном свете да да так вот когда вы поймете эту часть тогда вы сможете уже разработать свой текст но я вот тоже я говорю очень многие люди которые да вот он работал он не может рассказать не то что он не работал он работал рассказать не может вот же проблемы вот ты должен понять концептуально написать разучить то он не может написать и может понять еще можно написать не может разучить не вот вот эту проблему но у меня было такое но потом я все-таки собрался с мыслями написал сначала на русском языке это было очень криво сначала это было после того как вы взяли в эту компанию ли то уже после ну то есть вам это не нужно было для для работы ну да то есть нужно что-то иметь чтобы было то есть потому что но у всех есть ну да я на самом деле ребят если есть по поиску работы вопросы именно как отвечать на заковыристые вопросы и так далее тоже спрашивайте я на этом всех собак слопал и с удовольствием расскажу что я по этому поводу думаю я учу этому и других людей уже много лет поэтому если на эту тему есть я с удовольствием да ну а давайте тогда антона отпускаем поскольку же время такое у нас движется и праздник сегодня предпраздничный день вот а вы вопросы задавайте в комментариях пишите и до новых встреч помашем ручкой а